Здравствуйте друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Быстро пролетела неделя, очень информационно насыщенная. После подписания закона о фактическом индульгенции ФСЛО конфисковую землю еще промелькнул закон Тимченко. Для тех, кто не знает, это новая такая фишечка, которая была принята единогласно депутатами, правительством. Суть в том, что все олигархи, которые пострадали от санкций, освобождаются от налогов на территории Российской Федерации. Такой закон Тимченко. Ну и опять же прошла акция протеста на прошлой неделе. Было повязано изрядное количество товарищей. И сразу же было назначено следующее мероприятие на 2 апреля. У вас же наступило 1 апреля. С днем идиота у вас и дурака. А на 2 апреля запланирована весьма серьезная акция. И вовсю уже идет блокировка информационная. Появились вот такие вот статьи. Это у нас сайт новости. Организатор акции протеста 2 апреля собирал деньги на украинский счет. Специалисты полагают, что следы анонимных организаторов акции 2 апреля ведут в Украину. Вот. Идиотизм полный. У анонимов призывающих через соцсети выйти 2 апреля на санкционированной протестной акции в Москве обнаружился украинский счет. Я, честно говоря, больше бы поверил, что у этих анонимов был бы счет в Гондурасе. Ну, Украина, ребят, белыми нитками шита. Ну, вообще. Призывы первые принять участие в сомнительной акции под лозунгом требуем системных изменений в стране. Ребята, вообще, лозунг пора бы уже выдвигать конкретные. Не просто выходить с уточками, там, с ленточками. А выдвигать конкретные требования. Немедленные отставки Медведева. Это раз. Возврат стоимости бензина до того уровня, как Путин зашел на трон. Это два. В принципе, это экономически реально сделать. Почему это не происходит? Удивительно. Отмена этого закона про фасовую конфискацию земель. Хотите земельки? Будьте добры оплатить в полном объеме, по коммерческой цене или в два раза дороже. Не хотите платить? Идите нахер. Вот. Это три. Закон Тимченко. Отлично, ребят. А по большому счету, ведь кто стоит у власти? Воры, правильно? Воры живут по понятиям. А раз воры живут по понятиям, получается так, что эти воры вам сделали подставу. А за подставу надо включать ответку и отвечать. А что это означает? Раз товарищи добились того, что начались какие-то санкции, отдельно взятые олигархи, значит, фактически это они вам сделали геморрой. Правильно? Правильно. А раз геморрой сделали, то будьте добры не просто заплатить налоги, а в двойном размере. Вот те олигархи, которые конкретно попали на эти санкции, будьте добры, в двойном размерчике заплатите налоги. Потому что это вы подставу сделали своими действиями и таким поведением. Логично ведь, правильно? Понятия самые простые. Раз вы ведете такую вот манеру управления страной по понятиям, значит, понятия должны быть для всех одинаковые, а не только там тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Ну и вообще, как бы, все лозунги должны быть уже конкретизированы, а не просто какие-то абстрактные. То есть, если я думаю, что кто-то из граждан планирует выйти на эти акции, то пусть что-то конкретно будет написано там на листочке. Потому что, когда человек не знает, что он хочет, его и не слушают. А когда конкретно человек понимает, что он хочет, он этого добивается. Щелкань дальше. Да, кстати говоря, почему я снимаю видео? Мне крайне интересно заранее сейчас такую удочку кинуть по своим зрителям. Ну, понятное дело, никто заранее писать сейчас не будет. Все все понимают. Интернет-то такая штука, где там куча чужих посторонних глаз. Но, тем не менее, когда акция пройдет, крайне интересно будет почитать комментарии, как это прошло у вас в населенном пункте, насколько активность была ниже, чем в предыдущем мероприятии, или выше, какой основной контингент, как вообще народ себя вел. Вот. Следующий сайт. Это у нас РБК. Ну, РБК, в принципе, смысл есть верить, что читаем тут. Генпрокуратура потребовала заблокировать в сети группы об акциях в апреле. Отлично, ребят, блокируйте. Позднях метаться. В Роскомнадзор направлено требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к ресурсам и группам, которые содержат призыв к участию в массовых акциях 2 апреля. Оппозиционные движения открестились от организации этой акции. Новость была прочитана 34 тысячи раз. О чем это говорит? Она нахер никому не интересна, эта новость. То есть, понятное дело. Щелкаем дальше. Это у нас Политлайн.ру. Украинцы организуют акцию 2 апреля для штурма Кремля. Маразм. Просто. Я бы еще поверил, что была бы новость, украинцы организуют штурм пельменной, чебуречной, рюмочной и самое главное, где эти вареники делают. Я бы еще в это поверил. Но украинцы организуют штурм Кремля. Это верх идиотизма. В Кремле нет ни вареников, ни сала, ни горилки. Там вообще ни хера ничего нет, кроме Путина и его тусовки. А толку от этого никакого вообще нет. То есть, украинцев, пожалуйста, сюда не вписывайте. Я бы на месте украинцев штурмовал другой пункт. Например, Колбасный Микояновский завод. Это бы еще имело, с моей точки зрения, смысл. А штурмовать украинцам Кремль, это идиотизм. Так что, вот такая вот новость. Специальности БУСЬ, потому что все идет под копирочку. Все эти новости, они просто тиражированы. Несанкционированная акция, прошедшая 26 марта в Москве, имеет весьма неожиданные, не сказать, чтобы приятные последствия. Ряду оппозиционеров так понравилось швырять молодежь и подростков под полицейские дубинки, что они решили повторить этот опыт еще раз, теперь уже 2 апреля. Вот, смотрим дальше. Еще один сайтик. Это у нас Правда.ру. Кто стоит за призывами выйти на протест 2 апреля? Генпрокуратура в пятницу потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, которые призывают к участию в акции 2 апреля. БЛАБЛАБЛА, ЛЯЛЯЛЯЛЯ, ТРИ РУБЛЯ. Вообще-то посмотрели, кто почитал-то. Всего 5 комментариев под этим бредом. Вот. Да, какая-то рекламка пошла. Так, что у нас? Так, МКРУ. Вот. Так, в Москве 2 апреля пройдет международная акция «Зажди синим». 2 апреля в Москве в пятый раз примет акция «Зажди синим», сообщает официальный портал мэра. В воскресенье 2 апреля в синий цвет окрасятся фасады 25 строений мегаполиса. Ребята, я что-то не могу понять, а почему не голубым? Вот, собственно говоря, с точки зрения мэрии, я вообще считаю, что надо было не в синий, а международная акция «Летс Блю Лайт», «Давайте зажжем голубым». И все? И все. И Алис Димахт, больше никаких новостей. Смотрим дальше. Ведомости. О, ведомости, ведомости. Генпрокуратура потребовала заблокировать группы в соцсетях с призывами митинга 2 апреля. Слушай, я не могу понять. А, такое ощущение, что вот эту вот хрень писал один человек, и потом понес в одно издание, в другое издание, в третье издание, и там ему чуть-чуть заплатили, и там чуть-чуть заплатили, и там чуть-чуть. Потому что, блин, какая копирка. Так, что у нас тут? Знак ком. Так, читаем. Выйти на Красную площадь, значит самому прыгнуть в автозак. Молодежь призывает снова выйти на акцию протеста, теперь на главную площадь Москвы. А пока Алексей Навальный, его ближайший сторонник, в том числе руководитель его предвыборного штаба, Леонид Волков, находится под арестом, инициативу пытаются перехватить неизвестные. В соцсетях появились группы с призывами выйти 2 апреля на новую акцию протеста. Па-па-па-па-па-пам. Ну, текст немножко другой, но смысл примерно тот же самый. А-а-а. Пу-пу-пу-пу-пу. Ребят, тут вот еще была такая новость. Ждите покрышки. Не надо покрышки жечь. Покрышки надо колоть у ментовских машин до того, как они поехали на акцию. Все. Нет машин, нет автозаков. Предельно просто. Я не могу понять, почему это никому в мум не приходит. Не надо никаких коктейлей. Молотовый и так далее. Это, во-первых, антисоциально. Может привести к тяжелым последствиям, увечиям. Человек, который не умеет пользоваться коктейлем Молотова, может, во-первых, сам обжечься. Может обжечь окружающих. Могут пострадать люди, которые не причастны к этой теме. Не надо вот этих экстремистских моментов. Покрышки, опять же, это нарушение экологии. Куда проще по дороге ткнуть дротиком от Дарца в ментовскую покрышку, пойти себе дальше своей дорогой. Нагнулся, шнурок завязать, ткнул аккуратненько, и идешь себе дальше своей дорогой. Все. Не надо никаких членовредительских моментов. Во-первых, это совершенно другая статья. А так, мелкое хулиганство. Вот. Все. Не надо вот этого экстремизма. Зачем экстремизм, который приводит к членовредительству? Предельно все просто. Я вообще тут не могу понять. Зачем тут эти вот дурацкие, как же это, блин, слово-то, террористические призывы и экстремистские. Все должно быть мирно. Все должно решаться. Love, peace, tolerance и мир, дружба, жвачка. Вот. Ну, короче, вот такая вот история с этими акциями. Удручен я состоянием освещения этого мероприятия в интернете. Крайне удручен. Кстати говоря, несколько дней назад промелькнуло пару статей весьма интересных о том, как власти через различные розыструктуры пытаются проводить контрдействия. То есть они отлично понимают, что то поколение, которое вышло на улицу, оно великолепно владеет соцсетями, использует флешмобы, использует совершенно другие технологии. И те старперы и динозавры, которые работают в кабинетах на зарплате, они просто за этими технологиями угнаться не могут. Ну, решили действовать старым путем. Ходят по квартирам тех людей, которые попали на карандаш, и увещевают родителей о том, что участие в акции может привести к потере карьерного роста, ихнее чадо может попасть на какие-то проблемы. Ля-ля-ля, и всё такое. Ну, опять же, воздействует через персонал вузов, тоже опять же на молодёжь. Так что работа ведётся. Не могу сейчас найти эту статью, но ещё раз хочу повторить свой вопрос. Очень бы интересно было почитать комментарии своих зрителей. Кто-то хочет, может сейчас писать, кто-то, наверное, после 2 апреля. Что у вас происходило. Просто вот чисто ради прикола, интересно почитать. Больше было людей, меньше, или вообще все забили после этого болт, легли на дно и занялись своими делами, там, пошли за боярышником. Вам хороших выходных. И постараюсь выложить парочку таких хороших, душевных, развлекательных видео о жизни в США, о путешествиях и обо всём таком. Чтобы вас не сильно грузить. Не болейте, не кашлите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!